Всем привет! С вами Маша и вы на моем YouTube канале. В прошлом видео мы с вами делали сумку Хаги-Ваги. А сегодня я хочу сделать сумку в виде уточки Лала Фан Фан. Тогда же, когда я покупала нитки для сумки Хаги-Ваги, я купила вот такие вот желтенькие ниточки, тоже али за пуфи, для уточки. Они вот такие вот маленькие, меленькие петельки у них. Только у них не такие петельки, как я раньше вязала большие, а вот такие вот крохотные маленькие. Но в этот раз я хочу не просто сделать, как вот шоппер, вот как мы делали Хаги-Ваги, а хочу сделать прям именно сумочку и хочу, чтобы она была прозрачная. У мамы я взяла вот такую вот упаковку от Барби. Кто смотрел распаковку подарков с нового года на моем YouTube канале, маме там подарили Барби. И вот я одну из упаковок взяла. Из нее я сейчас вырежу две круглых детали. Для чего мне понадобится, как всегда, блюдечко. Кладу сюда и сейчас обведу, сделаю две детали. Ручка плохо пишет, лучше бы маркер. Во, маркером лучше. Только единственное блюдечко покрасилось. Ребят, не кранты, что я наделала. Я вырезала, вот так вот получилось. И, кстати, вот здесь вот, на вот этом вот кружочке есть какая-то буква А, и я пыталась ее отодрать, но никак не получается. И я подумала, что я так и оставлю. Ну, и все будут думать, что за А. А вот А. Замираю расстояние между петельками на пряже. Ну, у меня получается где-то примерно полтора сантиметра. Теперь на кружках каждые полтора сантиметра по краю я сделаю дырочки дыроколом. Вот так вот. Теперь в каждую дырочку я вставлю петельку. Сейчас продену по кругу и вам покажу, как получится. Вот так вот получилось. Начинаем плести. В первую петельку вставляем одну петельку. Во вторую вставляем две. Затем в третью снова одну петельку. И в четвертую снова две. И так чередуем по кругу. Одна петелька, две петельки, одна петелька, две петельки. Вот так вот пока получается. Я думаю, сделаю еще один ряд. Только уже одну петельку в каждую вставляем. Ну, как обычное плетение. Вот так вот получилось. Делаем такие обе детали. И пока что откладываем. А сейчас сплетем лямку вместе с боковинками сразу. Это будет все одной такой большой петлей. Думаю, что нужно нам где-то, ну, наверное, столько. Теперь от места, где мы отмерили, по направлению к началу нитки. Вот у нас начало нитки. Начинаем закрывать петельки. Последнюю одеваем на предыдущую. Предыдущую одеваем на следующую. И так до самого конца нужно сделать. Должна получаться вот такая косичка. Теперь с того места, где закончилась косичка и начинаются петельки, расправляем аккуратненько косичку. И теперь вот здесь косичка у нас тут вот две стороны. В одну берем, вставляем петельку. И теперь следующую берем тоже эту же сторону. И так же точно вставляем. И так нужно сделать абсолютно все до самого конца. А потом в обратную сторону по другой стороне. Вот так вот должно получиться. Петельки должны смотреть в разные стороны. Теперь вот этот вот весь ремешок провяжу туда-обратно два раза, чтобы он был пошире. Вот такая вот лямка с боковушками у меня получилась. И я сшила все это в кольцо. Теперь берем основу и закрываем несколько петель. Это будет вход в сумку. Так же, как уже делали. Вставляем одну в одну по порядку. Вторую деталь делаем так же. Теперь соединяем основу с боковинкой. Берем первую петельку после того, как мы вот здесь вот закрывали. И любую петельку с боковинки. Соединяем их вместе. Зажимаем. И следующие тоже от основы и с боковинки. Тоже соединяем. И одеваем первую на вторую. То есть точно так же, как мы делали и закрывали вот сейчас вот. Тоже на основе, только тут уже из двух петелек. Теперь также делаем следующее. Соединяем от основы, от боковинки. И одеваем одну на другую. Так нужно соединить все до конца. И когда мы довязали уже до входа в сумку, просто закрываем все петельки по этой стороне. Вот так вот пока получилось. Вот тут вот все петельки уже закрыты. Теперь нужно приделать вторую сторону. Ребят, мне не нравится, как получилось. Во-первых, мне не нравится то, как она внутри вот складывается. Вот как-то не очень, ребята, выглядит. И во-вторых, ребят, я с лямкой переборщила. Что-то она слишком большая. Выглядит не очень. Ребят, если будете тоже такую делать, то вяжите лямку сразу в два раза уже. Я бы сейчас тоже уже исправила, так же сделала. Но я не могу, потому что я уже приклеила вот здесь вот поверху на горячий клей. Чтобы оно не отопыривалось, не отгибалось. И, в общем, сначала приклеила, потом поняла, что мне уже не нравится. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Будем исправлять то, что есть. Для начала приклею внутрь вот такую вот полоску фетра. Во-первых, с фетром сумка будет лучше держать форму. А во-вторых, с фетром не будут проваливаться мелкие вещи. Например, ручку можно будет взять с собой из сумки или в лес для губ. Вот, такая форма получилась. Я считаю, что так гораздо лучше. Теперь-то как такой сундучок. И оно держит форму, не сминается изнутри. Очень хорошо. Теперь ремешок хочу сложить вдвое и прошить по краю, чтобы он был лучше. Ну вот, мне кажется, то, что уже намного лучше выглядит. Теперь нужно сделать мордашку. Я нарисовала вот такой эскиз. И теперь такое же лицо я сделаю здесь. Щечки я хочу сделать из остатков ниток. Тоже Ализе Пуфи от Балаклавы. Растригу вот так петельки, чтобы получилась одна нитка. Следующую сейчас растрижем. Здесь посерединке. И получается вот такая вот просто длинная пушистая нитка. Теперь из них по кругу, вот так вот на горячий клей, я сделаю щечки. Вот так, наверное. Вот с такого размера. Вот такие вот щечки. Теперь из фетра приклею ротик. Ой, куда он уехал? И глазки. О, какая милашечка будет у нас. И еще я приклеила и вот такой вот бантик. И хоколочек. И вот такая вот сумочка-уточка Лала Фан Фан у меня получилась. Мне кажется, в итоге вышла даже очень симпатично. Вы только посмотрите, какая она милая. Прям милашка. Мне нравятся обе сумки. И Хаги-Ваги, и уточка. Но Хаги-Ваги сумка, она такая для какого-то дерзкого такого образа. А эта уточка Лала Фан Фан уточка сумочка рифмуется. Она для такого милого, мимишного прям образа. Такая девочка-девочка. Кстати, ребят, смотрите. Несмотря на ее маленькие размеры, она очень вместительная. В нее можно свободно положить телефон. И еще даже поместится туда ключи, духи, блеск для губ. И, кстати, я тут сейчас подумала, если когда-то мне надоест сходить с этой сумкой, я могу просто отрезать вот эту лямочку. И получится просто как корзиночка такая, например, для косметики или для чего-то еще другого. В целом, я очень довольна, как получилось. А как вам? Напишите в комментариях, если они открыты. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Я еще много всяких классных штучек смастерю. А также на моем аккаунте еще много классных видео. Например, кто не смотрел, вы можете посмотреть, как я делала вот эту крутую сумку Хаги-Ваги. Или как мама нашила мне кучу одежды для вот этой вот моей милашной уточки Лала Фан-Фан. Кстати, я ее назвала Лулу. А еще подписывайтесь на все мои остальные соцсети, ссылочки на них будут в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока! Кстати, ребят, смотрите, я на нее примерила очки и повязочку. Повязочка выглядит не очень, а смотрите, очки прям ей очень идут. И они, кстати, реально не спадают, можно так ходить. Прикольно. Ну ладно, всем пока. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, мы друзья. Это там, мы все хомячки, мы... Я не знаю, что сказать.